итак вот наш сервер открываем диспетчер сервера выбираем роли добавить роли и в списке ролей выбираем веб-сервер из далее соответственно в службах ролей можем сразу выбрать компоненты которые нам нужны какие нам не нужны соответственно по умолчанию как раз и выбран набор для того чтобы держать статичный веб-сайт но единственно может там например введение журнала убрать ну то есть мне кажется это не нужно журнал на сексу что пригодится так подтверждаем соответственно наш выбор и устанавливаем установку разумеется тоже пропустим и так закрыть готова установочка завершилась соответственно можно попробовать работать с нашим веб-сервером также у нас есть диспетчер служб из и есть у нас наш сайт по умолчанию соответственно в документах по умолчанию у нас уже есть default htm то есть мы сейчас добавим сюда default html лично она сразу стоит в самое начало из нашего ftp сервера заберем контент для сайта точно также на диске c и netpub www.root веб-конфиг разумеется менять не будем вставляем соответственно ну можно еще там для правильности перезапустить хотя это не обязательно все мы сделали на соответственно нашем из сервере 7 версии в microsoft windows сервера все настроили давайте проверим добавим еще одну вкладочку укажем имя на этот раз из 01 все наш страница то есть наш некий веб-сайт работает соответственно можно подвести итоги и провести небольшое сравнение что касается случаев когда можно было бы выбрать microsoft windows сервер тысяч три р 2 и поработать то есть с из на нем ну самое такое актуальное то есть самое правильное что можно сказать это экономия на ресурсах физического сервера потому как можно взять слабенькую машинку и используйте в качестве какого-то слабенького веб-сервера для предприятия думаю машинку слабенькую найти не трудно то есть использовать можно хотя с другой стороны то есть вот в данном случае у нас оба сервера обладают не сильными характеристиками это гигабайт памяти внутри гигагерца процессор то есть это я думаю найти несложно можно и два с половиной два то есть там разница большой не будет но вот все действия особенно вот те которые вы не видели это например установка установка веб-сервера на из из 75 то есть на виду сердце еще 8 r2 проходила ну раза в три с половиной быстрее чем на windows сердце 3 r2 но это в основном за счет того что устанавливается всего лишь маленький набор модулей то есть который необходим разумеется в современных условиях если выбирать веб-сервер то есть разумеется надо брать по максимуму это если у вас 30 двух разрядный сервер то есть и на него windows сердце 8 r2 нет возможности поставить используйте windows сердце 8 то есть 32 разрядная конфигурация там есть можно загрузить обновление использовать из 7 5 и ftp 7 5 то есть проблем с этим не будет ну и соответственно максимальную производительность масштабируемость и безопасность и так далее можно получить только на из 7 версии вот собственно все что хотел сказать я надеюсь что на вопросы которые были поставлены я ответил в заключении если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по из и не только то пишите их не на электронный адрес то есть постараюсь на них на все ответить самое интересное попадет в будущие веб-касты больше информации по информационным технологиям больше видео можно найти у меня на сайте в непосредственно в разделе веб-касты ну а также все новости одной строкой мои публикации переводы можно найти у меня в блоге на лебедевунбок spot.com на этом все спасибо за внимание